МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. От руки человека жители Ленинского района хотят придать огласке факт сливы нечистот в озеро, где раньше обитали андатри и утки. Сразу две жалобы на одну управляющую компанию. В чистый четверг разбирались, почему месяцами не убирают мусор во дворах. Становится жарко. В Черницке сегодня тушили пожар. Трагедия на озере. Жители Ленинского района возмущены тем, что из-за руки человека в их любимом озере погибли все андатри и утки. А ведь когда-то в водоеме можно было плавать и ловить рыбу. Что произошло с озером? Кто убил все живое? Продолжит Ирина Корчагина. Шли андатри, все распухшие, все 20, не меньше 20 штук. И они вот тут лежали дохлые, вот шли туда в Косогор. Прям лежали, их собирали, их выбрасывали. Погибли все. Плывет одна утка и та навстречу фекалиям. Экологическая катастрофа произошла в озере возле домов на улице Гущина. Местные жители говорят, проблемы начались еще в прошлом году. Сначала в воздухе заиграли миазмы, а позже канализационный запах с озера начал доходить уже до окон домов. Люди уверены, в этот водоем кто-то подло сливает фекалии и прочие нечистоты. Ну, когда мы заселились, здесь было большое, хорошее озеро, мы здесь ходили, выходили здесь, рыбаки также рыбачили, а мы здесь могли пожарить также шашлычок, то есть, ну, конечно, с собой убирали. Здесь было очень хорошо, уточки летали, лягушки квакали, было красиво. Теперь ушли даже лягушки. На языке чиновников озеро безымянное, а ведь именно здесь, говорят местные, находится исток реки Пивоварка. К этому истоку периодически приезжают осенизаторские машины и под чутким контролем местных пенсионерок делают свои грязные дела. Также зимой здесь произошла авария и слив канализационных стоков. Это, это именно это, это дерьмо, которое должны были убрать, никто это не убрал. Здесь, если обойти озеро с той стороны, то есть направление сюда, там, как коллектор, я не могу объяснить, как это называется, шум воды идет, это не вода, канализация, и она вся сливается в озеро. То есть люк фактически не закрыт, мы его легко открыли, посмотрели, туда можно, пожалуйста, сбросить все, что угодно, исчезнуть там и потеряться навсегда. Слышится шум, как хорошо бежит вода в это озеро, пополняя его нечистотами. Прекрасно. Жители подключили ОНФ, писали в разные инстанции, но пока так и не выяснили, кто должен очистить озеро и почему до сих пор это никто не сделал. Озеро с уточками, как он называет Барнаульцы, это участок, который расположен на части парка Юбилейного, собственно, таким образом и отмежен, просто переходящий за улицу Малахов. Потому что традиционно мы воспринимаем парк Юбилейный только по одну сторону. Я думаю, первое, нужно выяснить, кому, на чьей земле расположено это озеро. Возможно сделать водоохранную зону. Вокруг дома, вокруг живут люди, озеро непонятными нечистотами. Вернутся ли на озеро андатры утки и лягушки? Сегодня это зависит от чиновников и упорства местных жителей, которые не хотят мириться с болотом под окнами. Мы обязательно будем следить за этой темой. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Ну а сегодня очередной апрельский чистый четверг. Так случилось, что накануне этого дня в редакцию обратились жители города, которые жалуются на грязные дворы и работы управляющей компанией. Оба дома расположены на проспекте Ленина. В одном из них уже месяц нет дворника, в другом еще с зимы лежат поваленные деревья. О том, когда ситуацию исправят и что делать в похожих случаях, в следующем сюжете. Вместо подготовки ко дню рождения – уборка поваленных деревьев и сломанных веток. Скоро Даши Зотовой исполняется 7 лет. Но праздник, который она мечтала провести во дворе дома с друзьями и аниматорами, под угрозой срыва. Причина – последствия работы коммунальщиков. У нас чистили снег зимой. И все, видимо, ковшом у нас все сгребли. И вот это дерево до сих пор лежит, и его не убирают. Я хочу сейчас сделать, просто, получается, очистить участок свой. То есть у меня есть и грабли, то есть все, приспособления все есть, но мне мешает. Я бы сама, конечно, унесла, но я не в силах его тащить никуда. Выкорчевать деревья за свой счет не получилось. Оплата услуги оказалась слишком дорогой для жителей дома. Не помогают в этом и дворники. Их зона ответственности ограничена лишь асфальтом. А управляющая компания «Город» хоть и пообещала заняться уборкой, однако, говорит девушка, сроки не назвала. Работой этой обслуживающей организации недовольные жители дома номер 140 на проспекте Ленина. Здесь уже месяц нет дворника, не хватает и контейнеров для мусора. Они постоянно переполнены. На момент вывозки дворника тут не присутствует. То есть вот это, что упало, то и упало. Наше проживание здесь не просто некомфортно, оно уже опасно для здоровья. Вот сейчас все это завоняет, потечет. Не просто крысы и тараканы побегут, а на конды. При этом ВУКА, по словам женщины, ей предложили найти дворника самостоятельно. Не менее спорные отношения в офисе организации встретили и мы. Также мы пытались связаться с директором города и по совместительству депутатом Гордумы Дмитрием Ильиных. В телефонном разговоре он попросил перезвонить через час, но в итоге не взял трубку. Однако ситуацию согласились прокомментировать в отделе благоустройства управляющей компании. Но далеко не все обслуживающие организации спешат исправлять свои недоработки. А для того, чтобы заставить их сделать это, юристы предлагают алгоритм досудебного решения вопроса. Обращаться нужно в первую очередь, конечно, в управляющую организацию и получать от них мотивирован ответ, с которым можно дальше уже идти либо в администрацию района, либо в администрацию города для решения данных проблем. Проблемы возникают, правило, только из-за того, что отсутствует финансирование. Сообщить о проблемах, связанных с работой управляющих компаний, также можно и по телефону нашей редакции. Номер на экране. Артем Гусельников, Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский, Александр Антропов. День с толком. Тем временем барнаульцев приглашают на «Чистые игры» – всероссийский турнир, который в нашем городе проводит экологическая организация «Мусора больше нет». «Чистые игры» – экологический квест. Задача команд – собрать как можно больше мусора. За его сортировку участники получат баллы, а их количество определит победителя. Стать первым помогут и другие задачи – поиск артефактов и загадки от спасательного отряда «Лизалерт». Точка сбора, как и раньше, район улицы Кутузова, где сливаются реки Пивоварка и Барнаулка. Это больше праздник, чем субботник. Ты видишь, что вокруг тебя ходят люди с горящими глазами, они бегают, они борются, кто – это моя кучка мусора, я сейчас ее соберу, идите там в другое место. Ну, это правда, это такое больше приключение, чем субботник. В прошлом году 46 команд собрали 3,5 тонн мусора, все вторсырье переработали. Если вы хотите стать участником и сделать наш город чище, нужно зарегистрировать себя и свою команду из четырех человек на сайте проекта или на страничке ВКонтакте «Чистые игры Барнаул». Ближайшие дни будут жаркими. В Алтайском крае объявлен пожароопасный сезон. В западных районах ожидает четвертый класс горимости из пяти. Готовы ли спасатели к возможному увеличению числа пожаров, узнавала Анастасия Наборщикова. Кстати, поселок Черницк сегодня едва не сгорел. Людей спасают из огня. Тушить пожар приехали более 150 спасателей. Понадобилось 40 единиц техники. Возгорание, которое произошло условно, распространилось на 100 гектаров. Так в Барнауле прошли учения. И это один этап из трех. Проводились попаводки в рамках оперативной обстановки. На втором этапе Алтайский край выступил впервые в пилотном проекте по оказанию финансовой помощи гражданам через портал государственных услуг. Природный пожар – это последняя тренировка. И сейчас, наверное, одна из самых главных. Ведь если говорить о том, что происходит в реальности, уже сегодня известно почти о тысячи возгораниях. В апреле прошлого года их было около 200. Все это так называемые термоточки, к которым относят и пал травы. В данное время проходит заседание правительства Алтайского края. И первый вопрос, который рассматривался, это как раз готовность сегодня к тушению пожаров. Это такая мобилизация наших сил, когда необходимо всем приложить усилия для того, чтобы не допустить распространения пожарных ситуаций, либо наводнений. Ну а в Черницк приехало порядка 10 служб. В списке сил МЧС – медики, представители газовой службы и, например, районная администрация. В случае с ЧАЭС их работа должна быть отлажена. Друг без друга они смогут сработать оперативно и спасти людей от возможной гибели. Анастасия Наборчикова, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. Алтайский фермер не смог отправить пшеницу в Монголию. При том, что культура есть и услуга уже оплачена. Сельхозпроизводитель из Косихинского района Владимир Устинов рассказал, что в связи с запретом экспорта зерновых он, по сути, сорвал контракт. На складе одного из крупных хозяйств края – десяток заготовленных к отправке мешков с элитной пшеницей. Это семенной материал. Фермер считает неправильным, что запрет распространяется и на это. Семена пшеницы нужны были монголам к началу посевной, то есть к середине апреля. А теперь они подвели клиентов, вряд ли уже смогут продать пшеницу здесь и, скорее всего, остатки прошлого урожая, а это больше 2,5 тысяч тонн, пойдут, например, на корма. По словам Устинова, он не единственный аграрий, кто попал в такую историю с Монголией. Фермер отправлял письма в Минсельхоз, однако разрешить проблему это не помогло. Продолжим. Порядка 130 кандидатов уже подали свои документы на участие в праймерис «Единой России». Это процедура отбора кандидатов в депутаты Барнаульской городской думы, выборы в которую пройдут осенью. Кто внес свою фамилию? Почему жителям краевой столицы не стоит игнорировать это мероприятие? Расскажем далее. Новый избирательный цикл и первый этап праймерис отбор кандидатов. Подают документы и новички, и действующие депутаты. Например, Марина Панкрашова в сентябре отметит 10 лет депутатской деятельности. Для себя она видит много проектов. В социальной сфере, доп. образовании, патриотического воспитания округ выбрала в Железнодорожном районе, а Иван Огнев в Ленинском. Это мой родной округ, моя родная территория. Достаточно много наказов еще осталось. Хотя, казалось бы, оглядываясь назад, есть вопросы, которые удалось решить, но жизнь ставит новые задачи. По словам Огнева, работать на развитии города ответственно. Одному с этим не справиться, но команда есть. А чтобы выбрать самых достойных, жителям советуют уже сейчас следить за ходом праймерис. Сергей Струченко, зампредседателя БГД, объясняет. Это предварительное голосование показывает работу партии с избирателями в открытую. Кандидаты подают заявление, проходят внутрипартийный отбор. И во время голосования избиратели непосредственно уже на этом этапе могут познакомиться с будущими потенциальными кандидатами партии «Единая Россия», задать те или иные вопросы, возможно, даже решить ту или иную проблему. Сергей Струченко и сам подал документы по индустриальному району. Подчеркивает, сделано уже многое. Например, ремонт дворов и общественных территорий, идет реализация шести партийных проектов. Люди видят результаты. А для тех, кто хочет быть причастным к развитию Барнаула, идет прием документов. Анастасия Дороган, День с толком. 9 мая без алкоголя в Барнауле вновь запретили продавать горячительные напитки в этот день. Постановление вынесла городская администрация. Продажа спиртного в торговых точках будет запрещена с 9 часов утра до 21.00. Забрет, кстати, ежегодный с целью обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий. К слову, как будет проходить праздник, пока неизвестно. Кстати, в праздничные дни в Барнауле частенько посещают кинотеатры. Правда, сейчас кинозалы все больше пустуют, новинок практически нет. Уже второй месяц россияне, в том числе и жители Алтайского края ограничены в выборе фильмов. И, по сути, людям ничего не остается, как идти на киноленты 20-летней давности. Устраивает ли это барнаульцев, узнавала Валентина Аскерова. Блокбастеры-то у вас не появляются? Они планируются когда? Вы знаете, какая обстановка? Я не могу вам не смотреть. Людей в кинотеатрах можно пересчитать по пальцам. Кинозал опустили, а с ними и касса кинотеатров. Голливудские новинки, на которые с охоты шли горожане вне зоны доступа уже второй месяц подряд. Часть киноманов это устраивает, но есть и те, кого возмущает. Я очень расстроился, когда отменили выход Бэтмена. Я ждал его полгода, смотрел трейлеры и очень надеялся, что его покажут и я получу позитивные эмоции от его просмотра. Но, к сожалению, этого не случилось и я беспокоен этим фактом. Как и выходом всех остальных голливудских новинок. Я очень люблю старые советские фильмы, больше, чем современные. Да вообще ни на что не пошло. Мне интересно. В кино не любите? Нет, я не люблю. Не скучаете по блокбастерам? Не скучаю. Качество в последнее время очень плохое возверглежных фильмов. Сейчас в кинотеатрах тренд на показ старых российских фильмов, которые пользовались популярностью в свое время. Так менеджер по кинопрокату Татьяна Потапова рассказывает, что горожане готовы платить за просмотр на большом экране известных фильмов Балабанова «Брата, брата-два». Брат-два – это, конечно, все хорошо, но мы это видели. И хочется нового. Вот как вы к этой ситуации относитесь? Да, ну, безусловно, она не может радовать. Безусловно, кинозалы, конечно, будут испытывать определенный голод. Спорт, культура, кино должны быть отдельно от политики. Поэтому я думаю, что через какое-то время все вернется на круги своя. И, конечно, мы снова будем видеть те фильмы, к которым зритель привык. Мало того, что пандемия отучила людей ходить в кинозалы, так еще и санкции лишили возможности выбирать фильмы по душе. Однако специалисты Алтайского молодежного центра говорят, что сегодняшняя ситуация может стать драйвером развития российского кино, в том числе кинематографа в Алтайском крае. Кстати, совсем скоро случится важнейшее кинособытие для нашего региона – выход короткометражного фильма «Домой», работу над которым совсем недавно закончил молодежный центр. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. К новостям из мира спорта. Алексей Перфилев покидает свой пост. Такая информация появилась сегодня в местных СМИ. Сообщается, что заявление было написано 13 апреля. Медиаслужба Минспорта эту информацию не подтверждает. Сам Алексей Анатольевич на просьбу прокомментировать ответил всему свое время. Он не подтвердил и не опроверг информацию о своей отставке. Неизвестно и кто в случае ухода станет его преемником. Вероятнее всего, исполняющим обязанности назначат замминистра Максима Рябцева. А между тем, лучшие бойцы ММА со всей России проводят тренировочные сборы в Барнауле. Спортсмены обмениваются опытом и готовятся к своим поединкам. На одной из тренировок побывал Дмитрий Дроздов. Неважно, сколько у тебя боев и насколько огромный опыт. Перед тренировкой главное тщательно размяться. У бойцов с разных уголков страны свои задачи на этих сборах. Подобные сборы примерно проходят раз в год. Их огромный плюс – обмен опытом разных школ единоборства, что положительно влияет на развитие спортсменов как бойцов. Основной упор как на борьбу, так и на ударную технику. Много ОФП. То есть сейчас идет активная фаза подготовки. Готовимся к боям. У кого-то даты на 6 мая, у кого-то на 15 мая. Все вместе готовимся к одной общей цели. Следующие крупные сборы планируются в июле в Горном Алтае. Туда приедут больше ста спортсменов. Не только из России, но и ближнего зарубежья. Среди них – чемпионы мира и Европы. На сборах участников будут ждать силовые тренировки, спарринги, ОФП и многое другое. Важно отметить, что в этих сборах может принять участие любой желающий. Если взять за прошлый год, прошло примерно около 300 спортсменов. Из них было 40 чемпионов мира и Европы. На самом деле любителей было, так скажем, больше половины. В крае ММА стремительно набирает обороты. Все больше детей и взрослых приходят на тренировки. Растет и организация турниров. Так в Барнауле планируется ежегодно проводить международный турнир Open FC. Первый состоялся в феврале этого года и весьма успешно. А летом клуб «Тим Стрела» при поддержке Минспорта Края покажет любителям единоборства битву на Катуне. Но об этом мы еще успеем рассказать подробнее. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит во всех доступных социальных сетях и на нашем YouTube-канале. Прямая трансляция есть и на нашем сайте. Также для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Спасибо, что остаетесь с нами. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok